добрый вечер всем у нас сегодня юбилейная сотая лекция курса даже не верится за два с лишним года вот она конечно происходит на фоне тяжелых событий которые мы все переживаем вот и в чем-то то что мы будем сегодня говорить будет перекликаться с современностью потому что мы будем говорить о риме не вообще риме конечно о риме так как он представлен в еврейских источниках от первой маковейской книги и до роминистической литературы вкратце мы упомянем и флавия и кумранские источники но в основном как бы вот сосредоточенность будет на то как им представлен первой маковейской книги так как он представлен роминистических источниках поскольку это как бы два полюса начала и конца и какие выводы из этого можно сделать мы как бы тоже постараемся понять теперь мы я сейчас включаю открываю презентацию мы находимся с вами в восьмой главе первой маковейской книги мы напоминаем а я напоминаю что последнее что мы прочли это победу об аэро историю о победе иуды маковея над никонором и праздник который был установлен честь этого события 13 адара и здесь делается некоторая интермедиа в описаниях маковейских войн и нам рассказывают о риме и вот что нам рассказывает сразу же прочтем это глава на самом деле не очень большая на вот она делится на две неравных части одна часть это описание рима другая часть делегация которую иуда маковей посылает в рим и вот что нам рассказывается иуда услышал о славе римлян что они могущественны и сильны и благосклонно принимают всех обращающихся к ним и кто не приходил к ним со всеми заключали они дружку уже понятно поэтому первому стиху что перед нами своего рода панигири к риму что они могущественные сильны рассказывали ему о войнах и о мужественных подвигах которые они показали над галатами как они покорили и сделали данниками значит что такое галаты это греческое название кельтов и которые находились в малой азии а также галов в западной европе значит и рим действительно одержал победу превратил эти территории в свои правила свою провинцию также о том что сделаны они в стране испанской чтобы обладать находящимися там серебряными и золотыми рудниками значит рудниках испанских пишут различные античные историки плений старший страбон рим завоевывает испанию последовательно поэтапно это начинается двести восемнадцатом году а заканчивается уже значительно позже описываемых в нашей книге событий в эпоху императора августа и своим благоразумиями твердостью овладели всем краем хотя тот край весьма далеко отстоял от них римляне овладели землями которые находились далеко от них как античные историки пишут от испании на западе до индии на востоке и равно как о царях которые приходили против них которые приходили против них на секунду от конца земли они сокрушили их и поразили великим поражением а прочие платят им ежегодно дань от этих общих слов переходит описание к более конкретным они также сокрушили на войне и покорили себе филиппа и персея царя китийского и других восставших против них значит что касается филиппа и персея то это действительно известные фигуры филипп это македонский царь филипп 5 завоевана македония была римом в самом конце третьего века до новой эры а в середине второго века до новой эры еще раз произошло сражение окончательно положившая конец независимости македонии значит в этом сражении они пока победили сына филиппа персея видимо они здесь называют как бы пользуются термином кити или китайский царь китайский в таком символическом обобщенном виде то есть все что так или иначе принадлежит греческой цивилизации будь то эгейские острова будь то какие-то колонии греческие в малой азии или финики все это китий любопытно что в еврейской традиции на более позднем этапе китиями как раз начинают называть римлян пользуются этим термином как символическим названием для римлян так видимо используется это выражение это термин в некоторых кумранских текстах и антиоха великого царя азии который вышел против них на войну со ста двадцатью слонами из конницу из колесницами весьма многочисленным войском и был разбит ими до подразумевается здесь антиох 3 то есть тот который называют антиох великий который был отцом селевка и антиоха эпифана и возможно что здесь есть некоторое преувеличение потому что античные историки говорят о меньшем количестве слонов которые были у антиоха 50 с лишним битва произошла при магнессии 189 году до новой эры антиох был разбит полностью и вынужден был платить дань значит тут написано что они его взяли живьем но мы знаем о том что антиох не был в плену видимо была сделана попытка взять его в плен но он уж вот и но действительно заставили платить им великую дань как его так и следующих после него царей дать заложников и допустить раздел как мы помним заложником был сначала антиох эпифан потом заложником был его племянник деметрий последовательные цари вот а страну индийскую и медию и лидию и другие из лучших областей его взяв от него отдали царю царю и в меню или в мену это царь пергама который был союзником рима войне с антиохом третьим значит с исторической точки зрения ниоткуда нам не известно чтобы антиох уступил индию и медию то есть столь далекие области вот но в конечном счете рим как бы все равно фактически подчинил себе антиоха а также о том как эллины вознамерились прийти и истребить их значит мы не знаем не знаем точно о чем здесь идет речь мы знаем о том что был создан так называемый ахейский союз свое время как который конечно ставил перед собой целью не уничтожить римлян а освободиться от его господство вот но дело в том что победа римлян над ахейским союзом произошла в 146 году то есть через 14 лет после гибели самого иуды маковея то есть перед нами явный анахронизм мы с другой стороны мы можем поэтому если действительно речь идет о победе римлян над ахейским союзом мы можем примерно представлять себе что это дата как бы являлась наиболее ранний по крайней мере для датировки создания первой маковейской книги то есть понятно что раньше раньше 146 года книга написано быть не могла по всей видимости было написано еще и позже но это намерение сделалось римлянам известным они послали против них одного военачальника и воевали против них и многое из них палопораженных и взяли в плен женных и детей их и разграбили их и владели их землей разорили крепости их и поработили их до сего дня значит в частности был разрушен греческий коринф тогда далее нигерик продолжается и другие царства и острова которые когда-либо восставали против них они разорили и поработили иными словами римляне абсолютно не уязвимы и а с друзьями своими из доверявшимися им они сохраняли дружбу и овладели царствами ближними и дальними и все слышавшие имя их боялись их если захотят кому помочь и кого воцарить те царствуют и кого хотят сменяют и они весьма возвысились да это звучит почти так как говорится если пользоваться формулой мудрецов если бы это не было бы написано это невозможно было бы сказать потому что это звучит 13 стих примерно в таком же духе в каком некоторые тексты в танахе касающиеся бога а бог кого хочет того воцаряют кого хочет снимает царство вот а здесь это как бы приписано самим римлянам но при всем том никто из них не возлагал на себя венца и не облекался в форфиру чтобы величаться ею а то есть речь идет о римской республике по всей видимости наш автор не знает более раннего периода истории древнего рима так называемого царского периода вот который уже к пятому веку до новой эры был сменен римской республикой и что еще любопытно и тоже из этого стиха мы можем сделать такой вывод это то что автор наш очевидно пишет не при я на и видимо раньше мы уже обсуждали вопрос датировки первом и кавейской книги вот из этого стиха можно понять что он пишет не при я на и и видимо даже не при его старшем брате иуде арестабуле потому что если верить клавию то и ударе стабул был первый кто возложил на себя царский венец и а их отец йоханан геркан первый еще этого не делал то есть поскольку книга целиком и полностью прохосмолейская и в то же время автор явно выражает антимонархические взгляды то надо полагать что она была написана самая поздняя при их она не геркани они составили у себя совет и постоянный как постоянно каждый день триста двадцать человек совещаются во всем что относится до народа и благоустроение его совет понятное дело это сенат вообще сенат включал себя 300 человек но как пишут комментатор заседаниях сената имели право участвовать около 20 магистратов правда сенат не собирался ежегодно заседание заседания происходили гораздо чаще в смысле не ежегодно ежедневно я хотел сказать заседания происходили по праздничным праздничные в календы и иды каждого месяца но не каждый день то есть как бы автор здесь допускает какие-то неточности хотя в целом как бы он представляет себя о чем пишет и каждый год одному человеку вверяют они начальство над собою и господство над всей землей их и все слушают одного и не бывает ни зависти ни ревности между ними там значит в принципе этот один человек это реальная опять же ситуация в риме при определенных обстоятельствах власть могла прийти к временному диктатору во время войны один консул вел войну другой оставался в риме при этом автор видимо не знает о том что в риме каждый год избирались два консула вот он об этом не пишет вот до этого стиха как бы это понигирик рим значит рим это некая могущественное в коем смысле идеальное государство на которое можно ориентироваться но как бы она является предметом примером для подражания космонийского государства начиная с этого стиха и до конца главы осталось не так много рассказывается о делегации которую иуда посылает в рим тогда избрал иуда и в полема сына иоанна сына окоса и ясона сына или азара и послал их в рим чтобы заключить с ними дружбу и союз значит вот этот и в полем который здесь упоминается упоминается он и во второй маковейской книги нам известен историк в полем который жил по всей видимости во втором веке до новой эры некоторые пытаются отождествить этого в полема с тем который упоминается здесь полем историк составил историю царя иудеи впрочем она до нас не дошла она дошла через через греческого историка александра полигистера который тоже получить его произведение не уцелели но зато их обильно цитирует и все в их историйский вот и через них через него мы собственно говоря знаем об этой фигуре значит кто такой яссон или его шуа да сын или азара мы не знаем точно вот иуда отправляет их в рим для заключения дружбы чтобы они сняли с них и иго ибо они видят что эллинское царство хочет поработить израиль иными словами иуда обращается к риму за помощью итак они отправились в рим хотя путь был очень долгий вошли в собрание совета и приступив сказали на то есть они вошли в римский сенат иуда маковей и братья его и весь народ иудейский послали нас к вам чтобы заключить с вами союзы мир и чтобы вы вписали нас число соратников и друзей ваших то есть такое краткое послание значит вполне возможно что она отражает реальный исторический документ реальное историческое послание днем нет ничего чтобы заставила нас усомниться в его аутентичности и римлянам это было как тут написано угодно угодно потому что фактически тем самым иуда маковей признание ведь союз с римом не может быть паритетным полностью очевидно что иуда признает некое первенство за римом и просит помощи и вот список того послания которое римляне написали в ответ на медных досках и послали в иерусалим чтобы она служила для них там памятником мира и союза значит вот на греческом это послание называется словом и пистоле и значит это действительно официальный официальный документ действительно и флавий тоже говорит что корот документы писали на медных дощечках и вот что написано в этом документе благо да будет римлянам и народу иудейскому на море и на суше навеки и меч и враг да будут далеко от них если настанет война прежде у римлян или у всех союзников их во всем владении то народ иудейский должен оказать им всем сердцем помощь в войне как потребует того время и воюющим они не будут не давать не доставлять ни хлеба ни оружия ни денег ни кораблей ибо так угодно римлянам они должны исполнять обязанность свою ничего не получая взамен то есть это должна быть абсолютно бескорыстная бескорыстная помощь надо сказать что странное упоминание странно здесь упоминание о кораблях поскольку в этот период у евреев не было выхода к морю и никаких кораблей них тоже не было но возможно что это как бы некоторая общая форма точно так же если прежде случится война у народа иудейского римляне от души будут помогать им войне как потребует того время и помогающим войне не будут давать ни хлеба ни оружия ни денег ни кораблей так угодно риму они должны исполнять свои обязанности и без обмана то есть внешне этот договор выглядит как паритетный но как мы последствии увидим он конечно не совсем паритетный на таких условиях заключили римляне союз народом иудейским если же после сих условий те и другие вздумают что-нибудь прибавить или убавить пусть делают это по общему произволению это что они прибавят или убавят будет иметь силу значит заключение здесь которое мы видим а о том зле которое делает иудеям царь деметрий мы написали ему так для чего ты наложил тяжкая твоего ига на друзей наших и союзников иудеев если они еще обратятся к нам жалобой на тебя то мы окажем им справедливости будем воевать против тебя на море и на суше видимо это вряд ли входило в исходный документ отправленные в иудеи людей но здесь он как бы соединяет два документа документ о союзе с письмо письмо деметрию значит забегая вперед можно сказать что это конечно оказало весьма серьезное влияние на ход дальнейших событий и явилась одной из причин того что хасманеи смогли выстоять в войне против греков и в результате добиться независимости вполне возможно мы об этом не знаем но вполне возможно что это союзный договор который заключает луда маковей не всеми был принят восторженно и можно вообще как бы чисто гипотетически предположить что были противники этого договора не только среди тех кто поддерживал селевкидскую династию так называемый мит я в ним и ленизированные евреи но и те кто может быть считали что евреи должны справиться со своими врагами сами и только с помощью бога не привлекая на свою сторону могущественную державу поскольку потом еще и неизвестно чем это дело может закончить мы еще вернемся к этой теме эта тема связывающая нас современностью вот но значит как бы вот от этого текста который так восторженно рассказывает о риме и всячески приветствует союз между иудой и римлянами впоследствии этот союз был подтвержден уже после смерти иуды во времена и ионатана и шимона его братья этот союз в результате мы знаем привел к последствиям о которых сам иуда конечно предполагать не мог хасманийская династия поддерживаемая римом и имеющие с римом союзные обязательства и союзный договор связанные обязательствами с ним все более крепко связывает себя с римом и кончается это тем что на закате косманийской династии когда между двумя братьями арестабулом вторыми герканом вторым сыновьями александра иная и александр соломеи идет гражданская война геркан вместе с человеком который ему суждено сыграть значительную роль дальнейшей истории иудеи антипатром фактически своим главным консультантом и помощником приглашают римлян с тем чтобы отвоевать иерусалим от у арестабула и это закончается завоеванием иудеи римским полководцем помпеем шестьдесят третьем году до новой эры помпей завоевывает иерусалим входит в храм и как нам рассказывают очевидцы заходит святая святых оскверняя тем самым это место с этого начинается уже совсем новая история история когда иудея фактически становится частью римской империи еще тогда республики неформально правда пока но фактически независимость уже потеряна хасмонейская династия гибнет кончает свое существование в результате как мы знаем я сейчас не буду рассказывать все подробности и перипетии к власти приходит сын антипатра ирон основывает новую династию в сороковом году до новой эры и между сороковым тридцать седьмым годами до новой эры и он сущности является прямым ставленником рима римляне его воцаряю и он своим патроном считает его патроном является август часть августа строится город кейсария ну а потом как мы знаем после смерти и рода и некоторых коротких периодов псевдонезависимости период правления царя агриппы первого но в целом иудея стремительно теряет свою независимость сначала фактить де-факто а потом и де-юра иудеи управляет римские прокураторы и все это кончается как мы знаем большим восстанием гражданской войной подавлением этого восстания разрушением иерусалима принянием части народа а вслед за тем еще два восстания одно при императоре трояне сто пятнадцатом сто семнадцатом годах в основном на территории диаспоры но и отчасти на территории гелилеи и затем знаменитое восстание бар кохве которая кладет конец сопротивлению еврейского народа римскому владычеству и дальше как бы римляне римская власть признается иногда и приветствуется как например во времена раби иудея патриарха раби иудея наси составителя миши мы знаем что флавий иосиф описывает рим как богоизбранное государство им получили власть от бога он разумеется как бы зависим целиком и полностью от династии флавия они его патроны поэтому все его все все что он описывает касательно рима так или иначе носит необъективный и тенденциозный характер в частности известные описание того как как тит противился у противником разрушения храма напоминаю есть у нас и в текстах кумранских свитках зашифрованные упоминания рима под названием и те в основном как те которые в общем что называется служит орудием мщения хасманейским правителям которые в глазах авторов свитков например с такого свитка как пешер хавакук осквернили храм и узурпировали власть мы отсюда я сейчас закрою этот файл и открою другой файл я хочу чтобы мы посмотрели несколько текстов раввинистических и сравнили их с тем что мы сейчас прочитали первой маковейской книги из это исходя из этого мы сможем уже сделать некоторые более общие выводы я приготовил здесь три текста в в которых мы можем видеть некоторую своего рода эволюцию отношения к рим все эти тексты взяты из вавилонского талу да один из трактата шаббат один из трактата вода за рай один из трактата сангидрин и вот что мы читаем здесь трое мудрецов сидят и обсуждают нечто это рабби иуда венилай рабби йоси и рабби шимон бар йохай а с ними еще некто иуда бенгерин он просто сидит и слушает мудрецы обсуждают рим рабби иуда начинает и говорит так как прекрасны дела этого народа вот они построили рыночные площади построили мосты построили бани рабби йоси второй участник диалога молчит араби шимон бар йохай говорит так все что они построили и устроили сделали только для самих себя рыночные площади построили чтобы посадить там блудниц бани чтобы не жить там свои тела мосты чтобы брать с проходящих пошлины когда молчаливый четвертый участник иуда бенгерин который оказывается доносчиком идет и рассказывает властям эти эти содержание этой беседы и после чего власть отдает приказ иуда который прославлял будет возвышен он там называется рожми добрим лихоль дава занимает некую высокую должность йоси который промолчал будет изгнан в цепоре не очень понятно почему в цепоре собственно говоря в описываемый период времени не то чтобы цепоре и галилея были каким-то местом ссылки последствий кстати туда вообще переберется после восстания барков бы переберется все руководство народа израиль шимон то есть раби шимон который осудил будет убит должен быть предан смертной казни а то есть мы видим здесь некоторую некоторый спектр мнений касательно рима то что здесь в этом в этой агаде говорит раби иуда бенилай более или менее совпадает по тону с тем что вы читали в первой маковейской книге только здесь речь идет не о войне а мирном строительстве раби шимон бар йохай выражает некую непримиримую позицию по отношению к риму раби шимон бар йохай ученик раби а кивы согласно еврейской традиции еврейской традиции раби а кива был достаточно активным участником восстания бар кохвы и в конечном счете погиб принял мученическую смерть раби шимон бар йохай будучи его учеником тоже разделяет непримиримую позицию по отношению приму рим это тот кто лишает иудеи независимости и поэтому нужно приложить все усилия чтобы избавиться теперь второй текст который мы здесь видим это очень знаменитая агада которая открывает трактат аудазара в талмуде и она перекликается с тем текстом который мы сейчас прочь нам говорится так как в будущем в конце времен всевышний принесет книгу торы и положит будет держать ее и и скажет тот кто занимался ею пусть придет и возьмет свою награду и дальше согласно этой агаде все народы стремятся прийти первое входит первым народом таким народом является рим меня дни хны салиф она в малфут роми тхена сначала ходит рим почему задается здесь вопрос потому что важное царство самое важное царство поэтому ему надлежит войти первым откуда мы знаем что она самое важное потому что так написано в книге даниэля что нос пожрет всю землю и раздробить любопытно что в самой книге даниэля в 7 главе мы это когда-то разбирали эти слова на самом деле относятся к грекам не к римлянам но вот эта модель четырех последовательно сменяющихся царств она претерпела в еврейской традиции ряд изменений в конечном счете под четвертым царством стал называться стал называться римское царство теперь посмотрим на реакцию здесь казалось бы говорится что рим важно самое важное царство араби йоханан амора из первого поколения земли земли израиля говорит зо роми хаеве шитивая царство холла это роми грешно ром рим грешный грешный рим чье имя стало известным во всем мире чья природа стала известна во всем мире дальше рассказывается о том какой диалог ведет бог с римом сказал им всевышний чем вы занимались они ему отвечают римляне владыка мира вот мы построили рыночные площади во множестве во множестве установили бани а также умножили золото и серебро и все это для с какой целью только для ради народа израиля чтобы те занимались торой а такая региона такой оригинальный поворот в духе скажем арам бома который говорил о том что для того чтобы мудрецы полноценно занимались торой простой народ должен каким-то образом им обеспечивает материальную базу это то что случится в конце времен так вот римляне здесь пытаясь подольститься к богу говорят что все это мы делали ради народа израиль сказал им всевышний глупцы что тим шабаулам все что вы делали вы делали только для себя рынок рыночные площади установили чтобы посадить там блудниц бани устроили чтобы наслаждаться них а серебро и золото бог любопытный такой поворот бог цитирует римлянам пророка с тем чтобы доказать им что золото и серебро сами римляне своей воли умножить не могли может ли кто-нибудь из вас сказать это как сказано ми бахэм ягид зод цитата из книги и шаяу и тут же мидраж в эйн зод эла тора и это слово это относится к торе как сказано зод ха тора шер сам муше как сказано в книге дворим это тора которую дал муше и римляне выходят от бога удрученными ми яд яцубэ фахэй нефеш теперь мы понимаем на самом деле конечно с чем связано изменение отношения к риму и превращение его в ультимативное зло это связано именно с попытка иудеи освободиться от владычества рима и добиться независимости попытки попытка которая не увенчалась успехом а то в тот период третий текст как раз повествует судя по всему о событиях связанных с восстанием барков или событиях которые последовали за этим стать тут это прямо не уточняется на говорится так когда-то нечестивое царство постановило привести к уничтожению веры израиль всякий кто попытается продолжить традицию обучения всякий кто назначает мудрецов законодателей учителей должен быть убит и всякий кто назначаем на эту должность должен быть убит и город в котором это происходит должен быть разрушен и области должны быть полностью выкорчеваны что же сделал мудрец по имени иуда бен бава тоже современник рабиакивы упомянут в известном мидраше десятеро казненных римлянами и в пиюте которые читают в ем кипур он пошел и сел между двумя большими горами между двумя большими городами между двумя субботними областями между городами уша и шфар ам города которые играли большую роль после восстания баркова ибо туда последовательно перебирался перебиралась руководство израиль и там он назначил пятерых старцев как учителей это раби не и раби удар обещаем он раби оси раби лазар бен шамуа а по некоторым мнениям еще и раби не хэминь и вот когда они увидели врагов когда враги их увидели то сказал им раби иуда бен бава сыновья мои бегите спасайтесь не сказали ему учитель а что же будет с тобой на что он отвечает я все равно брошу валяюсь перед ними как камень который невозможно перевернуть и римляне как сказано не отошли оттуда пока не вранзили его тремя стами копьями железными и превратили его тело в сито да то есть если мы как бы подытоживаем то мы понимаем что рим становится символом зла провинистической традиции более того более этого рим соединяется в сознании религиозном историческом сознании еврейского народа с с народом который играл немалую роль в жизни древнего израиля это народ и дом и который на известном этапе становится станахи одним из символов зла это происходит в основном в пророческих текстах мы видим это в текстах тех пророков которые описывают ситуацию после разрушения храма ирмияву и хискель вторая сая малахи это те пророки которые говорят о том что и дом это символ зла и что бог отомстит ему за израиль у малахи сказано что бог ненавидит ли сава а тут еще следует отметить что и дом в библейской традиции соединяется с образом брата якова и савом и казалось бы какая может вообще быть связь между и домом и римом а этнической связи никакой быть вроде как не должно хотя в средние века в такой книге как юсифон делается попытка соединить этнически и дома с римом но и дом это вообще семитский народ рим естественно нет это одна из загадок на которые можно пытаться давать разные ответы один из ответов которые в этой связи часто выдвигается эта фигура того же и рода которому упомянули и род был потомков потомкам обращенных в иудаизм и думе и думе и думе и были опрощены в иудаизм во времена сына шимона хасмане йоханана геркана во времена йоханана геркана начинается активная деятельность по расширению освобожденной иудеи и в частности сводятся счеты с эдумеями которые захватили территории хевронского нагоря еще после разрушения первого храма возможно что это и послужило одной из причин столь яростной ненависти выражаемый адрес и дома в библейских текстах есть один библейский текст который проливает некий дополнительный свет на это это пророчество о ваде видимо современника и риме и конец эпохи первого храма разрушения первого храма он обвиняет и дом в предательстве в том что и думе и были как бы приняли участие в разрушение иерусалима вместе с вавилонинами доказать это довольно трудно есть и другие тексты которые обвиняют обвиняют и дом подобным вот но так или иначе если возвращаться к более поздней истории ирон сын антипатра был потомком вот таких вот прошедших прошедших своего рода ги юр согласно флавию насильственный ги юр и думеев и он становится царем иудеи но при этом ставленником рима он представляет рим поэтому логично предположить что рим начинает ассоциативно связываться с и домом с и родом а поскольку и род опять же описывается в резкие традиции крайне отрицательно начиная с флавия и дальше европейские традиции то неудивительно что как бы эти вещи соединяются последним как бы дополнительным витком этой традиции является христианизация римской империи а которая произошла значительно позже в четвертом веке но авторы там по талантические авторы это знаю и с этого момента с этого момента римская империя и дом начинают ассоциироваться с христианской цивилизацией подобно тому как ислам ассоции исламская цивилизация ассоциируется с ашмаэлем получается что еврейская историческая традиция проделала довольно извилистый путь своем отношении к рим она начала с хвалебного гимна с панигирика с прославления рима окончила полным тотальным отрицанием ситуация в чем-то меняется уже в последнее время когда государство израиль воспринимает себя естественным союзником христианской цивилизации против цивилизации исламской и здесь я как бы завершая разговор и придавая потом вам возможность задать вопросы хотел бы провести некую аналогию на конечно напрашивается вопрос чтобы с этой аналогией дело понятно что рим и по рассматриваемой эпохи это своего рода америка древнего мира америка можно сказать это все равно что древний рим союзнический договор между иудоем маковеем и римом в чем-то может быть сравним с союзным договором который существует между израилем и сша сегодня хорошо это или плохо это вопрос на который однозначно ответить довольно трудно мы мы понимаем что если рассуждать трезво с холодной головой не исключено что не заручившись поддержкой рима иудея бы не смогла добиться бы независимости всегда конечно можно сказать что историческими событиями управляют высшие силы и что инструментом освобождения иудеи могло стать нечто иное тонах во многих своих текстов всячески отрицает такой подход согласно по которому союзные обязательства с какой-то крупной державой могут привести к спасению израиля так например в конце эпохи первого храма неоднократно осуждаются даже праведные цари за попытки заручиться поддержкой египта например против ассирии так осуждается царь хискиял за эти за эту попытку но опять же иуду маковея по крайней мере тот образ иуды маковея который дошел до нас через маковейские книги трудно обвинить в недостатке веры и в в том что он не готов полагаться на бога тем не менее если он принял решение обратиться к риму за помощью очевидно он понимал что несмотря на свои победы он не может добиться окончательной убедительной победы не имея рядом с собой такого мощного союзника факт состоит в том что во время например восстания барков бы когда у восставших не было такой мощной поддержки противовеса восстание потерпела поражение конечно еврейская традиция объясняет поражение восстания нет не этим а тем что это поражение явилось наказанием за грех за грехи в том числе грехи самого барков бы но опять же с точки зрения как бы такого холодного исторического анализа в чем разница между восстания маковеев и восстания барков и тогда и тогда восставшими владел как бы вот такой вот дух независимости желание освободиться чуждо владычества и с точки зрения реалий единственное отличие состояло в том что на стороне восставших маковеев был рим хотя можно к этому еще добавить гражданские войны в селептийском царстве всякие интриги и перевороты в этом смысле можно упомянуть позицию я не говорю что за позиции руководство израиля это отдельный вопрос но люди которые не входят в руководство скажем военный такой человек как генерал в отставке ицхак брик который сейчас на слуху очень многих утверждает постоянно что израиль не может справиться с окружающими его врагами без американской помощи американская помощь абсолютно необходима ибо речь идет не только о подавлении хамаса в газе но о целом бы о целом мире врагов которые нас окружают с другой стороны есть те которые говорят что это начало беды если мы допускаем сюда чуждые силы нам случае американцев это значит что рано или поздно они нас могут поглотить в качестве примера его это как раз история с римом благое начало закончивавшиеся так плачевно любопытно что рим называется в последнем из источников которые я привел здесь нечестивым царством молху тарыша это кстати частое название рима в раввинистических источниках иногда называется прямо роми так вот есть раздаются голоса ли в частности не так давно может быть кто-то из присутствующих на уроке слышал это был помещен в ютюбе некоторый небольшой фильм в котором человек пытающийся тоже создать предлагающий некую праву программу решения вопроса проблемы которые сейчас стоит перед израилем говорит о том что правительство израиля призвало к себе как он выражается этом фильме америка и мараша ими злодеев американцев на это звучит сегодня совершенно как некоторая абсолютно нетрезвая и несоответствующей реальности заявление но опять же как бы он вполне возможно находится в рамках этой парадигмы парадигма рима которую пригласили на помощь окончилась тем что это молху тарыша поглотила царство хасмане я не берусь здесь бы решить этот вопрос я как бы предлагаю вам здесь различные точки зрения при помощи вот этого обзора краткого обзора истории отношения с римом история повторяется так по крайней мере думали наши мудрецы но она не обязана повторяться во всем какие-то вещи могут действительно вызывать сходную реакцию создавать аналогии ассоциации но мы никогда не можем знать чем все закончится вот но во всяком случае конечно какие-то исторические уроки из прошлого необходимо извлекать я здесь поставлю точку и открываю у нас есть время для небольшого обсуждения если кто-то хочет высказаться или задать вопросы это сейчас самое время для этого пожалуйста да алекс на самом деле несколько несколько вопросов ну значит самый самый первый это все-таки кто именно кто именно заключил договор первый договор с римлянами потому что есть вот точка точка зрения это как раз что это были как раз те самые комития в ним которые могли непонятно на чем эта точка зрения может базироваться потому что во первых они казалось бы не были заинтересованы в таком договоре а во вторых у нас нет ни одного источника который бы такое подтвердил у нас нет оснований сомневаться в том что договор был заключен людьми иуды маковея как бы источники которыми мы располагаем говорят именно об этом и в данном конкретном случае как бы нет причины подвергать этому сомнения это сомнение как бы непонятно почему что касается мития в нем то повторяю как бы у них были все причины не поддерживать такой союз потому что этот союз привел в конце концов их падению не слышно вопросов не вопрос был вопрос алекса первый был не следует ли считать что как раз мития в ним заключили союз с римлянами вопрос в чате вопрос был задан слух алекс вы еще хотели какой-то вопрос задать да да в отношении в отношении того что вот такое такого рода не такого рода отношения такого рода отношения к рим к рим до какой степени оно было распространено и как то есть можно считать что вот то что тогда экспедиция помпея в принципе было послужило тем самым поворотным пунктом по отношению по отношению к риму я сейчас объясню объясню в чем дело то есть если вот я просто посмотрел вот история согласно флавию именно отношение римских прокуратов и там вот совершенно четко есть разделение между скажем так тем кто как условно греками собственно тем кто приходили римами было одно отношение именно вот ну как можно больше забрать ну соответственно развить развитие развитие экономику и соответственно основе этого уже развития там уже собирать деньги у греков такое впечатление что это было именно на целенаправленное отношение отношение чтобы разрушить именно вот иудаизию оружие именно еврейское общество каких греков вы имеете ввиду алекс я чуть не очень пойму вот если я имею ввиду всех прокураторов которые были то есть по происхождению а по происхождению греки ну смотрите это спорный вопрос потому что в конце концов все они служили риму даже если были по происхождению греками флавия обвиняет последних прокураторов во взяточничестве в предвзятом отношении к евреям и считают что это было одной из причин того почему собственно вспыхнуло восстание я не уверен в том что это можно как бы устанавливать по национальному признаку скорее это были действительно продажные продажные люди он с тем же успехом например понтия пилата тоже описывает очень негативно хотя здесь не идет речь о греческом происхождении вот так что я не думаю я не думаю что это так что касается помпея то да вы правы это конечно поворотный пункт потому что когда помпей воспользовался ситуации гражданской войны и захватил фактически иерусалим понятно что это становится концом независимой иудеи конечно это поворотный пункт еще какие-то соображения вопросы кто-то хотел бы добавить я хотел что-то такое сказать но я совершенно не слышу вопросов и не знаю ли меня слышат аудитории вас слышно я до сих пор не слышал как задавался вопрос ну хорошо значит я просто хотел добавить вот ваше сравнение с актуалью что конечно ситуация действительно ну существенно другая скажем так то есть израиль обладает современным оружием но он одна из самых сильных армий вот конечно он зависит в определенном смысле сейчас совсем другое мировое сообщество и он здесь все но главная причина мне скажется даже и не в этом мы видим это по истории тоже то есть главная причина это единство вот то что есть те которые перекидываются на сторону такой державы и пользуется ее поддержкой для своих благ и становится так сказать раскол появляется раскол и в руководстве и в обществе это всегда была самой страшной бедой израиля и всегда именно это приводило к самым большим проблемам то есть мы это видим и в этом рассказе то есть кто-то говорит так кто-то говорит так то есть вместо того чтобы сначала договориться как-то как-то единственно менее например сейчас можно сказать пока не будет решен вопрос терроризм никаких переговорах там не два государства ничего просто прекратите все и общая платформа этого нет знаете пользуется внутри пользуется раз лагеря пользуется сказать этим этой ситуации для своих личных выгод на самом деле я не верю что это не личные выгоды как хотите я понял я понял то что вы говорите и что этот раскол это это самая главная проблема всегда была начиная так сказать с деления на два царства и так далее и так далее вы даже еще раньше когда были разведчики то есть вторую очень много разговариваются случайно наш взять и призыв это шималаке нашим и хат который требует объединения да 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 это обращение к израилю этого прощения слушай израиль сейчас то есть да и к сожалению это новая информационная культура которая основана на сказать манипуляциях и все она очень сильно все усложняет эта обстановка и экономические проблемы они тоже очень сильно все усложняет в одно все равно в любом случае очень простое очень простое как бы мне кажется ответная эту проблему то есть единство как его добиться это уже другой разговор понятно спасибо большое эмиль в общем это звучит вполне резонно ничего нельзя сказать как бы мы знаем о том что сами мудрецы говорили о том что второй храм был разрушены из-за беспричинной ненависти они как бы это формулировали в такой агодической форме но фактически это правда иерусалим и храм пали в общем то не столько в результате антиримского восстания сколько в результате гражданской войны которая шла внутри самой идеи и это верно это то чему нас учат и сегодняшний день на самом деле вы совершенно правы как бы последний год существования израиля это это просто как бы как лакмусовая бумажка этой проблемы и остается лишь надеяться что сейчас несмотря на то что время от времени тоже такая раскольническая риторика риторика раздается но все-таки какие-то уроки на и в этом смысле будут извлечены спасибо еще кто-то хочет что-то сказать или задать какой-то вопрос если можно одну одну фразу это действительно очень много говорится на иврите-то хорошо выясняется да то есть как бы не ахидут а их удиют то есть как бы единство мнения мы знаем его государстве в котором голосование все единогласные 5 10 здесь как бы главная проблема это каким образом соединить разные подходы которые легитимны при том что они не разрушают основу нашу нашего существования вот как бы из какие-то базисные моменты которые не разрушают эти базисные моменты по-видимому я так представляю должны быть объединены как некоторые вот хавила набор вот это не трогается это наше общее это табу а вот кроме этого обсуждается все по-видимому как бы вот это видимо только надо решить что же это за табу что нас это же да вот это самое самое трудное вот это самое главное самое главное и самое трудное да я дырку сейчас одно из них 70 ликов а с другой стороны дырка в лодке там которые все плывут ну хорошо спасибо огромное да спасибо всем и вот суроту вот действительно и до победы нашим солдатам возвращения заложников будем надеяться на лучшее всем счастливо пока один маленький да пожалуйста алекс да пожалуйста отношение немножко современность дело в том что в общем то то что как как обычно считается что мы так сказать должны полностью полагаться вот есть современные на соединенные штаты но общем до шестьдесят седьмой до шестьдесят седьмого года до войны соединенные штаты не получили ничего и не никого оружия никогда не получали то есть у нас оружие было это французское процента да один из вопрос это было через через францию да правильно в общем то преувеличение что так сказать мы полностью тогда так сказать зависели от америки это очень сильное преувеличение тогда нет а значит и поэтому в частности упомянутый мной цхак брик говорит о том что надо брать курс на постепенное освобождение от этой военной зависимости но при этом это невозможно сделать с его точки зрения одномоментно да это потребует как это для этого нужно какой-то переговорить сто процентов это обсуждаемый вопрос а тут американский помощь но опять же брик при всем уважении когда если он становится рожным чала и начинает общаться с байденом ответ по телефону он не может его послать грубо говоря да может его послать так что тут все не просто мы будем надеяться будем надеяться что всевышний даст дополнительный разум нашим руководителям и они будут вести эту свину в нужном направлении окей хорошо всем счастливого пока всем спасибо дима спасибо до свидания пока пока